Сегодня у нас продолжение прохождения заказаний, как вы помните, в прошлой серии мы захватили рыб, яик, еще сейчас это мы делаем свои национальные территории, бузу, лук, самое главное, и теперь вот ногайская орда, как вы видите, кусает когти, ногти, и ногатям нужно подавлять мятеж, самое что смешное, наших же, наших же крестьян, а, да, наших крестьян, но тогда они, видимо, были еще ногайские, ну, в общем, все отлично, ребята, все отлично, все супер. Самое, конечно, что обидно, а теперь Сиба, смотрите, японцы, как быстро объединять, самое что обидное, конечно, ребята, то, что потеряли очень сильно войско, первая победа была эта прошлая, очень много потеряли, но очень много получили, три провинции, вы представляете, три провинции, вот небольшой войной завоевали, теперь нам нужны новые парни в армию, конечно же, новые войны, сильные и умелые, желательно. Уральский патриот у нас там что-то хабакует, но я, ох, смотрите, Московия уже присоединила пермь, а я и не увидел, вот так бывает, видите, как все у них быстро. Новгород там разрывает война, там, видимо, Швеция что-то уже захватывает, короче, полная жесть. Так, на Византии еще пока даже не напали, смотри-ка, что творится, а уж сколько лет прошло. Теперь яик считается нашей территории. 17. Ну, это мы будем сейчас сделать, потихоньку, пополняя нашу армию. Яик, наша национальная территория, и мы получаем еще больше теперь человек. Рын тоже скоро станет нашей территорией. А Бузул, Бузулук еще. Ух ты, 123 административных очков стоит. Починь себе Бузулук. Ну, а теперь мы получаем. 205 человек. Каждый месяц, и наша армия пополняется. Здесь 8 тысяч человек, здесь 7 тысяч человек. Ну, потом сделано еще войска. Так, как его? Трансический брак. Крестьяне у них там захватывают. Чем классно играть в такие страны? Потому что, мне считается, это племенная вражда. Каус Белли. Смотри, какие деньги мы зарабатываем, ребята, ребята. Мы можем полмира на такие деньги купить, вы понимаете. Но, вот, с войнами у нас прям какая-то засада. Вот, сезор Каракойн Ло. Мой, это, подсказываем, был. Давайте прям подарок в Каракойн Ло. Все равно с деньг, дофига. А ребятам приятно. Деньги у нас огромные, а строить мы пока ничего не можем, потому что должность технологии мы еще не исследовали. Заработать престиж, конечно, у нас. С этих средств, конечно, никак нефиг делать. Ой. Как сказать. Как камушка в асфальте. Камушки в асфальте. Смотри, там какая-то война уже у нас началась. Такая тоже жестокая. Это... Вакондержка звонит провинция Эрзур. Ух ты, какая большая война. Это, ребята, за одну провинцию небольшую, где-то там вдалеке. Босницы идут так, как я люблю играть. Попытались захватить Ракузу, а османа уже захватывают византийцев. Прошел конец Великой Империи. Так, видите, сколько всего, сколько всяких штук. У нас Калспелли. Чебупелли. Все, супер. Можно... О, у нас же дофига денег, да? Можем поддержать повстанцев у нас. У братьевника, если у него есть их, конечно. Нет, нет, подстанцы. А вот здесь есть. Ногайские крестьяне. Ну, они уже подняли восстание. В Москве может поддержать подстанцы? Московские крестьяне. Да любые деньги я готовлю подстанцев. Почему бы и нет? Можем поддержать подстанцы? 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 Блин, прям я как знал, в правительстве Москва. Убери с классами в правительстве Москва, не знаю, это необычуточным. Продолжение следует... 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 Удиралась в 40 военных. Конечно, нам нужен такой человек. Тем более у нас денег прям вообще офигеть, сколько много. И выйти на этот такой, как бы, рубеж раньше наших соперников, это, конечно, Рамадан. Вскоре наступил Рамадан, 9-й месяц нашего календаря, и мусульмане во всем мире уже сейчас готовятся к месяцу поста. Они являются одним из пяти столпов ислама и фардом обязательств для всех мусульман, за исключением путешественников. Беременных женщин и больных людей. С рассвета до заказа все здесь пить, курить и вступать в половые связи. Это время духовного размышления и уже совершенствования, а также повышение на божестве богослужения. Ни один обязанным мусульман не посмеет порогновить Рамадан. Время поститься. Покажем, чтобы такие прям были мусульмане, ребята. Ну, крупное государство уже я увеличил. Вообще неверно. Зачем быть злыми такими? Надо всех принимать и любить, ребята, вы чё. Зачем вы так? Теперь у них есть восстание. Крузинская культура. Всё, сейчас грузинов поддержим, короче. Могу листа. А, они с тембридами в союзе-то? Нет, значит, склонить. Зачем я нам нужна? Нафиг наставить. Так. В Казани теперь. Так, сколько? Чего? Ну, я думаю, нужно побольше ученичать. А вот этой армии как раз таки нужна. Садники. Так, Черкесия. Рисковастанье. 3,5. Так, вигать на культурную позже. Так, теперь переговор, ребят. Ну, я не могу сейчас, вы понимаете. То есть, я не могу у армии, только армия восстановилась. Чё, снова воевать, что ли? Мы же не дурачки какие-то. Сейчас мы уже выполним задание. Здесь 9 рекордов в каждом месте. Всё, и в Самаре сейчас мы застроим войницу. Государство у нас просто баснословно богатое. О, Базулок мы наконец-то себе подчинили. И... Так, вот тут у них. Уху-ху, какие союзники. А вот здесь ху-ху-ху, нет союзников почти у них, нет. Крым их не поддержит. Поддержит? А, теперь Крым поддержит их. Ну, если он поддержит Тимуридов, ничего страшного не будет с этим. от тимуридов отзываем нашего посла и отправим сейчас тимуридом хороших денег больших денег нормально тимурид теперь счастливы а у нас денег все равно как грязь мы кстати должны будем выполнить задание ребята вы чё какой стоит двадцать ищут а точно лучше ох ты наконец баталия ребят смотрите просто обходим всех этих кроме узбеков тех этих идиотские народы по развитости вот такие вот мы крутые парни скоро мы будем строить уже оружейную мастерскую в казани вообще я считаю наши центры это будет рынок рыбь нет вообще сейчас мы посмотрим какие у нас будут центры под торговый производственный центр это у нас главный пенза налог сам богатый город самара торговый центр казани понятное дело самара золото добыча золото добыча ах вряд ли нас есть сейчас есть самаре золото наверно все уже забыли ну чё как там у нас с восстанием мы сейчас еще раз его поддержим чё вы думаете сейчас я бы еще больше денег выделить можно было это было бы весело и наш бы враг захлебнулся в собственных краях так нам нужно еще кстати добавить еще одно конное подразделение то их уже слишком мало становится теперь так уже немножко здесь в яичке и самаре и в фенбирске в рынке и в пензе пенза у нас кстати центром является так что это правильно скоро у нас будет последний отряд сделан который нам нужен чтобы сделать это дурацкое задание на 20 тысяч дескать за репутацию ну давай придется следить репутации да нам там перемене заканчивается ногайской ордой через четыре года еще только о тюрьму ириды к они нас поддержки визе это да будет визе они военно-последие что мы сделаем еще самое главное претензии на кстати так это было важно теперь так но тут у нас нет каких заданий связанных с ордой так что мы будем фабриковать претензии против них так это будет у нас можно на саратов отчетов а у нас есть претензии на саратов ну все тогда вообще отлично претензии на саратов у нас есть и дофит или праздник разговаривания между собой наконец рамаданы и мусульмане со всего мира в этот празднику применяются к единству некоторые мусульмане считают право фардом обязательства другие мустухабам желательно для их плане но необязательно или же мандубам рекомендуемо все мусульмане должны простить все обиды и забыть сессоры на меньшее место в году так аргендации золотая арта показали на гс когда узбеки казани все наши враги как бы принялось с ними отношения ну ладно у нас просто много денег я не знаю куда их девать поэтому я уже даже вот потрачусь опять золотая арта ох ты какие они ненасытные ребята восточные лучники мы уже построим сейчас нормальную армию и пойдем уже на них войной смотри какие эти много лачила боюлы жтеру боюлы будут нашими и жтеру тоже будут нашими нет восстановить русские рейдеры нам пока не надо слишком уж это а задание тяжелое потому что если не успеешь там не уложатся во время я там накажут нет это нам не нужен человек парни будьте внимательны короче она уже генерал пока так построим лучше оружейную мастерскую все у нас везде построили ее теперь у нас здесь по всем уголкам нашей большой страны по всем уголкам нашей большой страны так короче реформируем государство ну короче нужно я думаю принимаем все экономические идеи и попробуем так смотрите что у нас тут творится почему эти грузины настолько слабо поднимают восстание я им помогаю я им деньги отсылаю хорошие деньги отсылаю я недоволен фух такие деньги тратятся я уж буду копить возвращайся узбеки объявили войну большая нагресская орда а мы еще три года не можем этого сделать обидно и кто там что объявил такую войну вообще да вот узбеки золотая орда против нагресская орда Крым ну я думаю узбеки не пойду прямо ну максимум вот эти брони соберут а мы остальные заберем там побоем еще и с узбеками мы совсем не будем побоевать главное чтобы присоединились к этому золотая орда чтоб их так не напрямую а через тимуридов как бы они вроде с нами воюют завоевание дель круто и они нам сейчас помогут получается сами того не подозреваем а а а а а будем ждать пока сможем воевать с нашим противником смотри да их сейчас прессует по полной ребятки золотую орду эту уууууу вперед на коняшках так нет они проиграли но все же все же само время я сейчас было бы объявить войну ну в жаль просто не сможем каким на га против нагайцев войну поддерживать кто поддерживает войну против нагайцев Оба мальца, видимо, поддержат войну против нагайцев, хоть сейчас. Это будет просто таким ударом, поддых. Сейчас все равно у нас пойдет на нагайцев, а это пойдет на Саратов. И вот сюда. На поддержку каракону, и все, изи. Ну. Какой-то бузулок. А, ну он уже наш, да? Все нормально. Все-таки резервы, Касимов, 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 мол, Касимов, блин, к черту Касимов, ребят, воевать с Московией и себя не жалеть. Вы хоть это-то понимаете. Какие союзники, черта, Московия? Вот льта, да, нашим союзникам, но не может. Может мы можем убить Москву своим соперникам? Нет, не можем, видите, даже мы этого не можем. Ну, значит, к черту. Буржуазии требуют привилегии, удерживая административных. Этих у нас больше, чем административных. Административных нужно еще накопить, чтобы кто-то хотя бы четвертый уровень администрации у нас. Ну, не сам плохой, конечно, вообще. Хан правит. Этот будет хуже, конечно же. Да и еще его наследник, его наследника, этого чувака будет лучше. Цена прироста в отношении минус. Потому что мы кочевая орда. Все-таки. Мы все-таки орда, блин. А не какая-нибудь там неженка из Европы. Комосеки. Да уж. И такое будет, смотрите, двоякое положение, если мы хоть сейчас объявим войну, потому что они боятся этими. А эти вкалицы против нас. Эти-то вкалицы против нас, пацаны. И они пойдут, пусть я смывать, вроде с ними на одной стороне против нас. Но против, интересно, кто кого поддержит. Будет еще интересная фигня. Смотрите, какие-то москвичи риза, они теперь захватывают. Противные люди, противные, конечно. У Польши тоже против, в Москве, кстати. Ну, при помощи наших чейных союзников, я думаю, мы сможем победить в Москве. Нам нужно выдавать Саратов всего лишь. Саратов, это сарай почему-то здесь на столице. Это базовый навык всего один. Вот у меня столица, Казань. Опять хотела. Вообще, вот здесь у меня даже больше. А в Самаре еще больше. Может в Самару перенесем нашу столицу? В Самаре вообще тут поприкольнее будет. Торговая столица реально должна попадаться в Казань. Конечно, бесспорно. Смотрите, в Самару дается очень большие налоги. Пенс дает самое большое производство. Казань. Казаньский торговый узел дает больше всего нам денег. С торговли. Потому что мы его и контролируем. Второе место в Москве. Давайте посмотрим. 51%. Мы контролируем рынок. И наш контроль не падает. Он так увеличивается, скажем так. Вот этим, ребят, мы сейчас занимаем. Мы восстанавливаем людские резервы. Потихоньку мы восстанавливаем. Когда уже, господи, начнется, то можно будет воевать с ними. Какой месяц-то хоть? 17 мая. Долго. 17 мая. Это очень долго ждать еще. Ну вот теперь уже поменьше. Осталось уже намного меньше даже на полгода. Но ждать придется. И это, конечно же, очень меня убитает. Ну мы начнем войну, если честно, Ногайской Ордой. Не ради Ногайской Орды, а ради завоевания земель Золотой Орды. У нас все еще наши союзники поддерживают. Надеюсь, ничего не сорвется у нас. Самого главного. Ничего. Не сорвется. В Яй. В Яй. В Яй. В Самаре. Все нормально. Могулистан. Зачем нам с вами заключить союз, ребят, если мы сейчас его с вами расторгнем? Непонятно, зачем вы такой... А, ну, а куда? Не знаю. Только если так. Все, наконец-то. Ногайская Орда. Кашмир, Могуристан. Гаркусия. На, на второй Каркуево. Ну понятно, что у нас больше сил. Которой не отличается Ногай, так чисто. А золотая Орда не поддержала войну. Ну вон. А кто поддержал? Кашмир, Могуристан. Жаль, жаль, что не подержали. Так, Володяна Смитна были в пустыне времена, а в лице Клэн Смитненсе. Взять ситуацию контроль надо, потому что я сам решаю, с легитимностью падет, а с легитимностью. Так, иметь низкого качества. Я огорчен за иметь низкого качества, ребят, я вам в голову оторву все. Такой я грозный парень. Ну потихонечку, полигонечку, видимо, захватываем тут земли. Вот так. Не могут споять свою веру. Да, мы будем толерантными чуваками вообще. Смотрите, какая у нас толерантная страница. Шейты. Мы толерантные еретики, поэтому все шейты хотят, наверное, заключать союзу. Но мы вообще толерантные парни. Мы самые толерантные парни вообще, которые могут быть только. О, видите, помогай, он наш. Теперь манги-шлаг. Шлаг. Ха-ха-ха. Сейчас мы захватим это, они будут умириться уже, я думаю, узлыки после этого. С ними что-то там, может, присонят их, там будет какой-то жейтеру. А мы-то снимем остальное и сделаем их вассалами. Нага будет с нашими вассалами, и мы можем уже спокойно... Кто-то союзничал Орды при помощи набегов на Озбеков воевать с Золотой Ордой. Могулистан. Продолжить ноль. Не хотят на него. Ракой МВО, можем Бога не просить, сказать помощи вдвойне. Ну, а же не так, кто кобой их поддержит, кто не поддержит. Так, все. Теперь мы сразу боевые углы. Потому что, скорее всего, там захватят. Другое. Сейчас все люди делают на единство. Ну, думаю, это пока не самая реальная цель. Пикушки. Признаете свое поражение. Не сомневаюсь, что вы признаете свое поражение. Ну, вот, то, что ты мурил в Среднике Золотой Орды, нас, конечно, тормозит. Сейчас Золотая Орда еще поднимется немного. А вену и тут что-то. Патриоты старской культуры. Не знаю. Ну, сейчас мы уже закончим. Нам не шлаки все свои дела самые важные. Могулистан предложить мир. Они еще не поняли, кто здесь большой дядька, а кто мальчик дебятия. Ну, сейчас поймут, я думаю, когда у них захватят часть их неземель. Я еще потребую, чтобы они тимуридом их отдали. Пусть знают кто-то главный. Нет, 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 ребят, даже не думайте. Я приходил. Ну, где шлак, сейчас выйдет наш железо. Блин, что за проблемы с качеством в последнее время, ребята, а? Я прям это пугай. Половите. Все. Как они присоединили ловко-то, а? Ну, теперь у нас есть реальный повод войны с убегами. Ох, ох, ох. Я даже подождал, кто-нибудь сейчас выйдет. И признаем. Так, ну это армия будет, так сказать, государственная. А это будет следить, чтобы тут на ты не безобразничем. Не знаю даже, какой природинцы. Ну, мы разберемся сейчас. Она не сила, возьмем. Так, ну все. Сейчас уже Тимурид захватит и попробуем. Моглистану померить на наших ходах. Нет, на это не согласен, но тоже поделаешь. Ладно. Просто меряемся на Лагайской Ордове. А, можно так, да? Нормально. Ну, нормальный, ребята. Вот, видите, в казанской земле, и вот наш небольшой вассал такой. Лоховской. По 15 тысячу на твоих войска. Смотрите, что мы присоединили. Как мы этих мальчиков всех побили. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Кто самый сильный? Я самый сильный. Ну, ладно, ребят, на этом мы закончим наш... Погодите. А, ну потом. Все, пойдите. Думаю, месяц пройдет. Почему? Не срячков, чтобы сделать профессиональное займёс. Для этого что-нибудь мы можем это сделать. Или для чего. Так, ну, в общем, у нас всё круто. Так, с разбега, с разгона. Мы захватили их. Сейчас мы присоединим... Ну, потом их присоединим, а пока мы будем готовиться к войне с узбеками. А узбеков союзники кто? Вот он, золотая арта. Мы будем воевать с узбеками и с золотой ордой. Да-да-да, вы не ошиблись. Это мои планы. Так, ну, кстати, они больше не могут быть нашим соперникам. Вот наша армия. Ладно, всё, на этом мы закончим нашу серию. С вами был Хайлер, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.